Хей, ого, с вами шмики, мы продолжаем проходить эру под названием The Last Fight. Последняя битва. Да. Ну что, в принципе, у нас есть с вами крюк, теперь я могу залазить куда захочу, мы убили с вами босса Гаргули. Короче, походу камешки, как я понял, восстанавливают чисто мне ману полностью. Ну, такое себе. Ну, Майки хорошо на самом деле в игре. Жалко, тут в натуре прокачки нету никакой. Так, ну, я такого мнения, на право мы не пойдем, мы пойдем сейчас с вами в самый назад, в самой первой локации. Нужно будет с вами сходить и этот. Пособирай то, что я не собрал. Субтитры сделал DimaTorzok Так, с этого чувачка что выпало? Ай, снаряды. Так, давайте только вспоминать, где именно последний раз я видел крючок здесь, да? Да, вот это был крючок. Что я думал, что это за место? Походу, всю ману мы будем жрать. А, нихера, подожди, на 20 больше, но на 100 урона больше. Это вообще ништяк. Так, взрывоопасные свеча. Свеча это таинственная инструкция, которая когда-то держит, держит, а затем бросает на землю. Произойдет электрический взрыв, который генерирует искры во всех направлениях. Благодаря сочетанию силы и техническое исследование, Николай Брауса позволил создать странные артефакты, которые из которых кажутся непригодными для использования. Говорит, что перед смертью он оставил зашифрованные инструкции, написанные на неизвестном языке. Ну все, да, туда можно не идти. Блин, хотя я думаю, я уверен в этом. Подожди, мы же сюда попали как вообще? Через как-то комбо, да? Ладно, похрен. Так, мы сейчас, получается, идем к мини-боссу, да? Где тот был? Да ладно, это... Пошел вон. Это в натуре не мини-босс даже. Он возродился снова. Так, ну мне наверх надо, поэтому я вниз иду. Так. Так, какие-то охотницы. Чет-то какое-то слишком место прямое. Еще одна новая магия. По статам херни. Слеза Ля-Поть-Па. Разрыв представляет собой грубокую кристаллическую каплю металлического цвета, которая образует ледяные столбы до земли. Карик дрожит от страха перед местью колонного, когда он проливает слезы боли. Эти стихи найдены на дневнике, потерянной на заброшенном дворце, принадлежащей старому дворянину Илуэр-Терегилу. Давайте сначала попробую вот этот каст. Ага. Это мне нужно как-то байтить врага, чтобы он был около меня. почему за некоторые некоторые поверхность он может цепляться за некоторые нет а просто идем по замку ввысь ввысь короче походу игра обещала долго жить уровень не загружается да пошла жоп игра по жопе ладно со всеми бывает со всеми это бывает открыть я очень надеюсь что будет не с самого начала если будет с самого начала ну блин я скорее всего просто объединил 2 серии там где был босс и эту и закончу потому что с самого начала как бы я не хочу хотя я могу просто насобирать предметы которые до этого собирал все просто бежать к боссу примерно как убивать босса мы знаем нафиг ладно посмотрим что-то сбой в игре как это происходит просто идет вращением да если там просто старта не продолжить да я так и понял сэнкс ну давайте я поставлю на паузу быстро пробежимся короче что вы понимали я уничтожил просто все и вся я не убивал короче по новой всех врагов чтобы типа бестиарий не заполнять которого мне как бы нету я использовал один поджог оружием считаете за две полные вот такие вот атаки я сразу вынес и босса первого ну да одного из летунов после чего использовал два раза огонь подряд и я не знаю почему что вы понимали я нанес полный урон огнем и еще дополнительный типа двойной поджог что ли типа того но урон был не двойной а где-то от урона был процентов в 45 ну короче говоря я все поделать что как надо оказывается та херовина была обязательная а точно на кстати на право не хотел пойти там же тоже кажется светок огня был оказывается я кое-что забыл забрать и это что-то находится в на кладбище сейчас туда кстати быстренько сбегаем заберем но если вдруг упаду умру электро пауэр а по по ну по 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 вот вы здесь кстати я предмет не забрал этот тут вот сверху фаер пау давайте я думаю как раз за спидорами тогда до того момента где мы были до этого типа где меня выкинула тебя на самом деле времени так уж много тратить кстати при добивании мне восстанавливается мама подожди а где я нашел тогда электробомбы а Продолжение следует... Так, у меня аж здесь, да, вылетело? А, вот электробомбы. Продолжение следует... Так, двигаемся по сюжету, да? Так, механизм почему-то не работает, что-то ему мешает. Продолжение следует... Так, идёт... Ну, как вы понимаете, продолжаем дальше. Продолжение следует... Блин, из неё такая летающая херня-то падает. Так, а вот это вот не очень круто. Так, центральный ключ. А ключ... Ключ... Короче, от внешнего мира. Я понимаю, что я могу здесь просто спуститься, но я хочу по правой стороне и узнать, что ещё там было до конца вправо. У них дополнение здесь. У них дополнение здесь. Так, какое-то любовное письмо, кстати, я получил. Так, какое-то любовное письмо, кстати, я там получил. Так, ладно. Так, ладно. Так, ладно. Так, ладно. Так, ладно. Так. 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 tip. Как поменю тебя, и если реально хочешь эта демо тебе нужно... подожди нравится мне кто должен свежую кровь так поняли то есть там тоже говорится это дыма все такое но все получается мы с вами все просмотрели что я смог то есть был какой-то намек на следующего босса но уви вы это конец как вариант хотите я погнали более тихое место я там закончу но слушайте если принципе говорить об игре игра довольно прикольная красивый геймдизайн то есть все так выглядит много всяких мелких деталей босса в игре есть и жалко что нету некоторых новых фаз допустим если бы я одного голема ну того убил да а убил его меньше чем за минуту типа единственный минус когда они просто в воздухе находится и все а так их убить как нихер делать а заметьте что уровень усложнился то есть здесь по появлялись новые враги то есть каждый раз когда буду возвращаться обратно хотя если все собралось зачем не возвращаться игра становится сложнее в какой-то степени на здесь потише можем здесь и закончить церкви ну что в принципе подыма я могу сказать некоторые плюсы сразу же это у нас есть разновидность оружие это плюс то есть оружие не стрельное прямой используем предметы короче разнообразие есть какой-то это плюс 2 плюс это описание предметов есть описание предметов есть описание всего ну и конечно же записки типа лор как раз это сюда описание и лор я сюда в кино наверное это плюс боссы не внешне вид игры как я говорю все красиво сделано пиксель арта хороший это плюс как я понимаю следующий босс который был бы это у нас как раз бы летучая мышь возможно но мне вот интересно вот есть два места вот пустых сюда можно было как ута мини босика запихнуть либо npc который бы говорил а ты пришел покаяться в своих грехах лишь того то есть можно куда-то что-то еще до пилить но кстати если так подумать вот снова же говорю да перелетит сюда что нибудь там добавить боссу вторую фазу типа вот мы убиваем одну гаргулю да но их не способность какие это двойная атака руками потом заряженная атака рывок вперед взлет и рыгание в этот момент и принципе все было бы прикольно если допустим мы убиваем одну из гаргулей вторая падает ярость там добавляется допустим не две атаки до обычных а три после третьей атаки допустим ну когда как типа шансом три атаки либо две потом заряженные либо типа в полет она взлетает и типа заряжать свою атаку в полете и резко под углом на нас падает а мы должны вернуться от нее либо кровавые снарядов допустим на от одного угла да да ну слева допустим ухла сверху слева летит на верх права допустим и в момент рыгает им до какой-то момент она доходит где она перестает типа усложнить боссов с такими вот мелочами типа почему нет лана по плюсикам я думаю у нас больше ничего такого нету странно только вот в натуре прыжки вот вот этот вот момент почему я до этого тогда падал если все нормально если у нас за чего-то фиг его знать ладно в игре также есть добивание какие-то механики в плане в восстановление хп но я на самом деле не понимаю хилки то есть если вы даете всегда четыре штуки но скорее сюда если бы у меня было бы три дать штуки сюда пришел здесь лежал бы четыре но странно но я думаю она автоматически не может уменьшать по количеству того как сколько у меня хил до всем у меня две хилки я вас иду сюда и здесь лежит две хилки допустим у меня три хилки я возвращаюсь сюда я подбираю одну хилку ну и так вы поняли систему сохранение надеюсь будет нормальным в плане того что будет вариант сохраниться прокачка ну кстати насчет прокачки я не думаю что она здесь так и нужно возможно можно было бы какие-то коллекционные предметы добавить и по чтобы мы могли еще собирать что-то ну типа хотя и записки у нас типа блэдмэзер вспомните то мы спасали еще ангелочков типа не обязательно но мы это делали и тут что-то могли бы такой добавить не обязательно блэдмэзеры там еще и косточки можно было собирать ну короче примерно вы поняли о чем я дэма мы с вами закончили я не знаю когда игра выйдет наверно в 2000 по 2000 короче 2000 где-то в двадцать четвертом возможно так в двадцать пятом ну типа видно что делается все хорошо типа они сделали такую территорию зоны и считайте за один год с 20 по 21 год поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте из минусов я так кстати на ничего не нашел но наверное это странность в перекате я понимаю что здесь есть кд типа касание урон от касания это всегда странно в играх наверно мини недочеты всякие такие это минус ну и все типа три плюс один минус как я говорил всем спасибо лайки подписка всем удачи и всем пока